Пора за парту. До начала нового учебного года остаются считанные дни. Первый раз за школьную парту в этом году в Одессе сядет 26 тысяч малышей и 1300 детей, прибывших с востока Украины. Сколько стоит сходить первый раз в первый класс, выясняла Юлия Федорова. Какая красота! Таким красивым Стасик себя еще не чувствовал. Он смотрится в зеркало, примеряет графитовый пиджак и поправляет бабочку. Уже через два дня Стас впервые в своей жизни сядет за школьную парту. А пока рассматривает все, что купили ему родители. Да ладно, потерпишь ради первого сентября. Вот так. И пиджак. Пинчак. С первого мудровыми пуговицами. Зинаида подсчитала, школьные сборы обошлись ей почти в 3000 гривен. Сюда вошли траты на форму, спортивный костюм, ранец, обувь и все канцелярские принадлежности. Добрая половина всей суммы ушла на одежду. Костюм для первоклашки выбирали несколько дней. Остановились на тройке средней цены. Костюм 620 гривен. Рюкзак 450 гривен. Обувь, туфли одна пара. Один комплект 600 гривен. Я же вам нравлюсь и всем буду нравиться. Вместе со Стасиком в Одессе в этом году первый раз в жизни в школу пойдут 26 тысяч первоклашек. Для них в городе открылись сразу несколько специализированных школьных ярмарок. Правда, сегодня школьный товар далеко не самый ходовой. Продавцы в Одесском выставочном центре на Ришелевской признаются – родители экономят как могут. А все товары для школьников продаются по прошлогодним ценам. Даже новую не брали, потому что продать невозможно ничего. Самый дешевый и популярный товар – канцелярия. Весь школьный арсенал можно приобрести минимум за 300 гривен. Подводим итог. Основная статья расходов – одежда. Тройка для первоклашки вместе с бабочкой или бантиками обойдется в 450 тысяча 500 гривен. Пара обуви – от 300 до 1000 гривен. На рюкзак для школьника и семейного бюджета можно смело вычесть от 50 до 600 гривен. Дальше канцелярия. Если купить все до мелочей, выйдет от 300 до 1500 гривен. Итого цена школьного приданного – от 2 до 4 тысяч гривен. Семьям с детьми, прибывшим в Одессу из зоны АТО, такие расходы не по карману. Все сборы в школу для переселенцев взяли на себя одесские волонтеры. В одном только благотворительном фонде «Ассоль» уже собрали пару сотен школьных портфелей. Хороших вам оценок и хороших вам успехов. И чтобы вы подружились, чтобы вы у нас стали нашими. Спасибо. Сестры Саша, Аня и Женя из Луганска. Сегодня они с горящими глазами разбирают свое школьное приданное. Здесь одежда, альбомы для рисования, карандаши, дневники и огромные рюкзаки. Он красивый и удобный. В нем можно ходить в школу. Здесь тетрадки, обложки, стружилки, ручки, пластилин, карандаши. На такой набор для трех сестер, говорит мама Ирина, ушло бы не меньше 6000 гривен. Помощь от одесситов она называет настоящим чудом. У нас ничего не было. Мы приехали просто без ничего. Мы, в чем было, в том и приехали. Вот сейчас объявили сбор канцелярии. Люди несут, люди смотрят, следят за публикациями, за размерами детей, берут под опеку отдельные семьи. Помочь детям-переселенцев собраться в школу еще может успеть каждый желающий. В эти выходные на Дегтярной 7 с утра и до 5 часов вечера волонтеры собирают канцелярию и одежду для детей всех возрастов. Приносить можно все, начиная от ручек и карандашей и заканчивая обувью спортивной формой. Юлия Федорова, Алексей Сорокин, Валентин Мирза, 7 канал.